День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уходят по собственному, проблемы остаются. Что происходит в сфере здравоохранения края в последнее время? Подняли в два раза, что происходит с тарифами на воду в Озерках. Я гладать должна. В наше время. Издеваются, они просто издеваются. Ничего тут не видно. Впервые с пустыми трибунами, но не без болельщиков. Как прошел первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в новом сезоне. Все медицинские учреждения края возобновили работу в обычном режиме. Свои двери для оказания плановой помощи распахнули даже больницы и поликлиники Барнаула, которые продолжительное время были в красной зоне по коронавирусу. Решение возобновить плановую помощь во всех медучреждениях без исключения принял Минздрав края. Дополнительно еще в 44 медицинских организациях. Таким образом, это 127 медицинских организаций, которые имеют возможность оказания плановой помощи. В тех 44 медорганизациях, которые мы с сегодняшнего дня также совместным решением с управлением Роспотребнадзора позволяем, со строгим контролем, 21 это районы края и 23 медорганизации это города Барнаула. Кстати, по данным оперштаба региона, на сегодняшний день выздоровело 26 человек, трое скончались. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 составляет 11 251 человек, за сутки плюс 65. Лидер по заболеваемости Барнаулу – 34 инфицированных, по-прежнему много тяжелых больных, 119 человек, на аппарате ИВЛ находится 39 пациентов. Уже больше тысячи жителей Алтайского края привиты от гриппа. Вакцинация началась еще в конце прошлой недели. Именно тогда прибыл первый транш вакцины для взрослых – порядка 500 тысяч доз. Сначала по традиции прививают людей из группы рисков, врачей, педагогов, работников общественного транспорта. Делается это бесплатно. А сегодня в краевой столице разгружали вакцину для детей. За процессом разгрузки наблюдали и журналисты. В первую очередь прививать планируют ребят из детских домов и интернатов, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона. Она же отметила, что желающие поставить прививку могут сделать это в поликлиниках, в том числе барнаульских. Но сначала нужно дозвониться, сообщить о своем намерении и записаться на прием. Сколько будет стоить прививка, пока не озвучили. Зато известно, от каких штаммов вируса гриппа она должна защитить. Вакцина трехкомпонентная, вакцина СОВИГРИП. Она сегодня имеет традиционные штаммы. Мы видим два подтипа вируса А, H1N1, и второй подтип H3N2. Третий компонент – это вирус типа В. Поэтому мы ее хорошо знаем. Никогда на эту вакцину не было никаких нежелательных реакций. Как сообщила Ирина Переладова, вакцинацию в этом году хотят провести быстрее, чем обычно. Ведь, судя по информации федеральных СМИ, осенью в регионы может прийти новая вакцина от коронавируса. Но на данный момент информации о том, когда это произойдет, нет. А вот официальное окончание прививочной кампании от гриппа завершится 1 ноября. Но сроки будут зависеть от поступления очередных партий. Добавим, на сегодня прибыло 65% вакцины для взрослых и 43% для детей. Очередной скандал в сфере здравоохранения края. Сотрудники Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи написали обращение в администрацию президента с просьбой назначить прокурорскую проверку в учреждении. Напомним, в июне в больнице заразились 136 человек. Это врачи, медсестры, сотрудники младшего персонала. В распоряжении нашей редакции оказался текст этого обращения. По мнению медиков, руководство больницы и профильные чиновники создали все условия для полноценного и всестороннего распространения COVID-19 внутри учреждения. Например, по заявлению врачей, когда в апреле в больницу попала ковидная пациентка, женщина сразу призналась в своем диагнозе, однако ее провезли по всей больнице, неизбежно заразив большое количество людей. На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, министр здравоохранения ответил следующее. Здесь очень сложно предупредить заносы. Сегодня организованы, конечно же, и вариант обсервации, шлюзования. Но и это, еще раз скажу, не исключает возможные заносы. Это только минимизирует их. Поэтому учреждения работают в таких сложных боевых, я бы сказал, условиях. И медицинский персонал, конечно же, в первую очередь должен соблюдать все меры безопасности в отношении себя, в отношении средств индивидуальной защиты, обработка поверхностей. Но вот, кстати, в обращении врачи пожаловались, что в больнице отсутствовало необходимое количество средств индивидуальной защиты. Администрация больницы старалась скрыть масштабы проблемы путем обмана персонала и фальсификации документов. А персонал работал в прежнем режиме, как ни в чем не бывало. Продолжались плановые госпитализации больных. Активная выписка для снижения числа пациентов в стенах больницы не предпринималась. Более того, представители администрации постоянно твердили, что без плановых больных нечем будет выдавать зарплату. Также Попов развеял слухи о том, что отставка главного врача краевой больницы скорой медицинской помощи связана с коллективным обращением президенту. По словам министра, Бомбизо написал заявление по собственному желанию и продолжит свою работу уже в качестве главного хирурга Алтайского края. На должность Бомбизо уже назначен человек – это Андрей Макин, экс-министр здравоохранения Республики Алтай. В Алтайский край его пригласил Дмитрий Попов. В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что еще в Республике Алтай Макин показал себя конфликтным человеком. Якобы экс-министр в разговоре с одним из главврачей угрожал преследованиями. Вскоре после этого последовала его отставка. И все же коронавирус оголил множество проблем в Министерстве здравоохранения края. Напомним, в июне скандал произошел в диагностическом центре. Сотрудники учреждения были возмущены низкими зарплатами за май. Некоторые из них получили чуть выше мрот. Все мы помним обращение врача краевой детской больницы, в котором он почти со слезами на глазах говорит о том, что ему и другим сотрудникам отделения было предложено уволиться и занять место дворника в связи с реорганизацией. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы. Работа на свежем воздухе очень полезна. Правда, после этого заявления Осипову пришлось забрать свои слова обратно, сказав, что медики не сразу разобрались в юридических тонкостях документа. На фоне всего этого и конкретно последних событий в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи кажется подозрительным уход вице-премьера краевого правительства Ирины Долговой, которая курировала здравоохранение. И тут тоже решение обусловлено личными обстоятельствами. И к другим темам. Родители барнаульских школьников сегодня в очередной раз обратились в мэрию с просьбой провести митинг против дистанционного обучения. По мнению группы инициативных граждан, постепенный переход на цифровое образование – не что иное, как возвращение к дистанционному. Оно было введено в конце прошлого года из-за пандемии по коронавирусу. Родители уверены, под предлогом перехода на такую форму обучения их детей хотят лишить возможности заниматься в обычном режиме с педагогами и письменными заданиями. Продаем уведомление на митинг от сообщества родителей и учителей против цифрового электронного образования. Это второе наше заявление. Надеемся, а мы будем положить результат. До сегодняшнего дня родители трижды получали отказ от проведения митинга от мэрии Барнаула. Главный аргумент – в регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Родителей такая причина удивляет. Митинг не согласовывают, а день города отмечать планируют. Отметим также, что инициативная группа продолжает собирать подписи против введения в школах цифровизации и образования. За последнее время собрано порядка двух тысяч подписей. Они направлены в администрацию президента и Министерство просвещения России. Напомним, в июле, когда появилась информация о переходе школ, в том числе нашего региона, на цифровое обучение, родители собрали порядка полутора тысяч подписей. Они подчеркивают, что их чаяния до сих пор не услышаны, но намерены их настойчиво отстаивать. Сельский бунт. Жители озерок Тольменского района устроили массовый сход у местной администрации. Причина – повышение тарифа на холодную воду более чем в два раза. Продолжит тема Валентина Аскерова. Вот такие зверские, по мнению людей, тарифы ЖКХ довели их до отчаяния и привели к сельской администрации. Чиновники слушать недовольство в законной выходной не стали. Они не пришли, но прислали полицию следить за правопорядком. Сельчане вели себя вполне пристойно, хотя и были на грани. С апреля этого года ценник на холодную воду вырос для них в два с лишним раза. С 26 до 50 рублей за куб. Первомайский район рядом. 23 рубля. У нас 51. Да никуда, это ж никуда не. А весь район, это где-то 18 сельских поселений. Он у нас что, самый богатый в мире, что ли, район? Чтобы в него ввели такой тариф на холодную воду. Ранее Озерки обслуживало муниципальное предприятие. Тариф, по словам людей, был приемлемый. С мая функцию водоснабжения передали по консессионному соглашению в частные руки. Последний владелец коммуникации задрал тариф. Для сравнения, в Барнауле кубометр горячей воды стоит дешевле – 21 рубль. Я понимаю, можно тарифы поднять, но в пределах разумного можно поднимать. Как нам выживать? Нам, пенсионерам. С водой что-то нужно делать. Но невозможно. Ведь есть у людей, у всех огороды, поливная вода. Это за месяц, девчонки, за месяц 25-30 выходит. Угу? Да. И больше? Вот. Лето выдалось засушливым. Надеяться на благосклонность невестной канцелярии местные жители не стали. Поливали огород сами. На это уходило до 2000 рублей в месяц. Это почти четверть от пенсии бабушек и дедушек. Пенсионерка Наталья Химич воду всячески экономит. Лишний раз посуду не моет, чай не пьет. Представляете, если у меня пенсия 11 тысяч, то, считай, тысячу отдаю только за воду. Плюс еще потом за свет же ведь надо заплатить все. А жить на что? На это сельская администрация ответов не дает, только выставляет счет. Почему такой высокий, не комментирует и нам, лишь направляет в район. Но и там поясняют, с них взятки гладкие. Новый тариф одобрен на краевом уровне. Администрация Тальменского района просто по концессионному соглашению передала имущество. Выставляла на торги, кто заявился, кто победил. Тому и передали имущество. А данное предприятие уже с необходимым пакетом документов для защиты тарифа обращалось в управление по ценам и тарифам. В районной администрации добавляют, у людей есть право компенсировать расходы на воду за счет субсидий. Только вот люди жалуются, что оформить ее получается не всем. Не должно быть других льгот, да и компенсация даже наполовину не покрывает затрат на воду. 500 рублей вы решили. 500 рублей. Вы поймите, у нас у каждого какая-то льгота есть. У кого-то ветеранская, у меня вот учительская льгота, у кого-то может быть там субсидии кто-то получает или еще что-то есть. Если ты что-то получаешь, то никакого возврата тебе нет. В Тольменской администрации также пояснили, что по федеральному закону скважины и другие коммуникации передают от муниципальных частным предприятиям. Последние не чураются залазить в частный карман. Учитывая тенденцию последних лет по заключению именно концессионных соглашений, тарифы на воду, по примеру, озерок, могут взлететь и в других территориях края. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Подготовка к зиме в Барнауле завершена больше, чем наполовину. Накануне сибирская генерирующая компания рассказала о работе перед отопительным сезоном. Что уже сделано и придет ли тепло по расписанию, расскажем далее. 32 километра теплосетей переложат в Барнауле к началу отопительного сезона. Это больше, чем в прошлом году. Десятки участков в городе обновят за крупную сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это 22 участка магистральных тепловых сетей, 6,5 километра, 31 внутриквартальный участок, это 9,2 километра. Мы приступили к новому для города Барнаула новой теме, это восстановление и перекладка циркуляционных линий. В этом году мы их переложим на 6 участков, и это будет в объемах 4,4 километра. И 12 километров тепловых сетей мы заменим текущим ремонтом. На сегодняшний день 60% сетей уже отремонтировано, а это 20 километров труб. И в первую очередь это участки, которые непосредственно влияют на подачу тепла, подчеркнул директор теплосетевой компании Александр Гросс. Оставшиеся трубопроводы смонтируют к середине сентября. Потому что живем в Сибири, и у нас были случаи, когда с 15 сентября уже температуры были ниже 8 градусов, и мы разворачивались. Это не часто происходит, но бывало. Благоустройством мы планируем заниматься еще и в сентябре, и, наверное, и октябрь затронем. Для нас сроки для 15 октября закончат все работы, в том числе и по благоустройству. Кстати, узнать о ходе ремонтных работ на том или ином участке Барнаула можно на сайте теплосетевой компании, на специальной интерактивной карте. Где любой выражанин, если ему что-то не нравится на конкретном участке, он может его кликнуть и написать, что ему не нравится, какие у него есть замечания. В принципе, эта информация будет в открытом доступе, мы ее будем также видеть и будем принимать меры. В компании подчеркивают, большая часть всех теплосетей Барнаула уже отслужила свой срок, а не нуждаются в замене или капремонте. Восстановить аварийные сети коммунальщики планируют в ближайшие 5-7 лет. Такая масштабная реконструкция позволит сократить сроки опрессовки и, как следствие, время на отключение горячей воды в летний период с 3 до 1 недели. Валентина Аскирова, Николай Шилко. День с толком. У контролирующих органов возникли вопросы к скотобойне коммунальщикам Павловского района. Напомню, две недели назад мы рассказывали о скотобойне в поселке Пруцкой, которая спускала кровь, жир и грязную воду прямо по земле. После выхода нашего материала в эфир, там установили новую канализационную трубу, директор скотобойни предположил, что на предприятии просто произошел порыв, якобы на трубу упало дерево еще по весне. Непонятно, почему на аварию обратили внимание только спустя несколько месяцев. Кстати, длина новой трубы 60 метров. Дальше кровавая жижа свободно стекает по земле. По словам коммунальщиков, которые обслуживают скотобойню, зловонная жижа сама может стекать до полей фильтрации, которая, к слову, находится в километре от самой скотобойни. Не обязательно, то есть по трубам, да. Может и такой слив быть по земле, если уклон такой, что невозможно положить. Резко же уклон не сделаешь, потому что все стекать будет, она забьется сразу же. Однако в договоре между предприятием и коммунальщиками прописано, что сброс отходов должен происходить путем самовывоза, например, с помощью осенизаторской машины. Также в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю нам ответили, что стоки не должны стекать по земле. Специалистам предстоит выяснить, загрязняют ли отходы со скотобойни ближайшие земли и водоемы, содержат ли опасные вещества. Сегодня в Павловском районе работали сотрудники надзорных органов. Мы будем следить за развитием событий. Разошлись миром. Ничью завершилась первая домашняя игра барнаульских футболистов. Пермские противники, на победу которых ставили многие, не смогли продавить победу. После довольно простых первых матчей в этом динамовцы ощутили смену дивизиона. Сейчас «Динамо» Барнаул выступает в группе «Урал-Приволжье». За пустыми трибунами из-за пандемии и самой игрой наблюдала Анастасия Дороган. Первый домашний матч. Знаковое для болельщиков событие, но проходит оно без них. Вход для зрителей по-прежнему запрещен. Выигрыш и тот, кто живет рядом, открыл окно и наслаждайся. Либо смотри через забор. Эти болельщики, видимо, самые преданные. Места не продаются, трибуны пустые, но в одиночестве «Динамо» болельщики не оставили. Ютились у забора, пока хозяева поля привыкали к «Пермской звезде». Эта встреча для команд первая в новой футбольной истории. Обе встретились в дивизионе «Урал-Приволжье». В первом тайме с расположением фанатам повезло. Родные ворота напротив, здесь и была игра. Пермяки чаще владели мечом и атаковали. Возможно, поэтому расслабились, когда штрафной в центре поля обернулся голом в их ворота. Здесь момент. Щербаков. Удар. Гоу! Вот так вот. Вот он опыт сказался. Евгений Щербаков забил в дальнюю девятку. После этого наши несколько раз подходили к воротам «Звезды», но отрыв увеличить не удалось. Согласованности мало. Еще не наиграны связи. Я надеюсь на Щербакова, на Женю. Выиграем. Думаете? А какой примерно счет? Ну, еще один забьем. В любом случае. 2-0 будет. Вперед, «Звездобор», вперед, «ЛД». «Кармская звезда». А что? Самолет как-то. Да не знаю тогда. А что такое? Не опознаешься. Да нет. Нормально. Понадоедающе вам маленько. Даже одиночная поддержка. Желание сравнять счеты. Второй тайм начался с давления «Звезды». Преимущество наших лишил угловой. Первый удар «Карюкин» отбивает, падает и пропускает повторно. Увеличить счет «Звезда» не смогла. Мяч буквально облизал штангу. Впрочем, как и «Динамо». А мяч постоянно перехватывали соперники. После дублеров Оренбурга разницу игры наши ощутили в полной мере. Говоря словами тренеров, выстояли. После двух гостевых побед не все будет просто для нашей команды в этой новой зоне. Поэтому все команды, скорее всего, такие же. Вязкие, плотные, тяжелые. Хочу поблагодарить ребят, что все-таки выстояли. Может быть, не все получалось, но по самодаче вообще никаких нареканий нет. Как бы нам, болельщикам, не хотелось каких-то новых задач, выхода в первую лигу, но я так понял, что этого в ближайшие годы не произойдет. Мы все равно поддерживаем нашу команду, в какой бы она лиге ни была, на каком месте. Пока, кстати, из 15 мест в турнирной таблице ПФЛ «Динамо» Барнаул на пятом. И хотя все немногочисленные болельщики рассчитывали на победу, ничья тоже хороший результат. Плюс одну очко. Вот так все вместе, как будто пандемии нет, болельщики провожают футболистов на отдых. Следующая игра у них 26 числа с Тюменью. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. А вот воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев накануне принес победу «Спартаку» над «Локомотивом». Он забил решающий гол головой. Подача. Крал. Здорово. И 2-1. Забивает Соболев. Александр Соболев играет за профессиональный футбольный клуб из Москвы с мая этого года. Начинал спортсмен свою карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за Томскую Томи Красноярский, Несей Самарский, Крылья Советов. В составе последних стал одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В этом сезоне Соболев попал в символическую сборную лучших игроков сборной страны. С 12 голами он занял четвертое место в гонке бомбардиров чемпионата. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.